Дух Святой Хорошо, все, друзья, Библии готовим, Библии, конспекты. Кстати, про конспекты очень интересная вещь. Если не конспектировать, то мало потом вообще чего запоминаешь. Есть конспекты, которые я никогда не перечитывал, вообще никогда. Но из-за того, что я их писал, что-то происходило, эти мысли, они как будто где-то отпечатывались на подсознании. Но самое главное, вы знаете, что нужно писать во время проповеди? Вот самое ценное. Как вы думаете? Тему. Бомба. Название проповеди, аминь в конце, да? Ну, хорошая шутка, да. На самом деле, я заметил такую вещь, что самое ценное, что приходит, это твои собственные мысли. Потому что по факту, что бы я вам сейчас не рассказывал, это может стать важным, может не стать важным. Но суть не в том, чтобы выучить мой конспект. Если хотите, добавьте меня в друзья, я вам вышлю прям дословный конспект проповеди, вчерашний, сегодняшний, без проблем. Но цель не в этом. Цель в том, чтобы, услышав какую-то историю или какое-то слово, Дух Святой мог к тебе прикоснуться в твоей конкретной ситуации. Ты помнишь день, когда ты уверовал? Кто помнит день, когда уверовал? Есть такие, да? Ты помнишь, о чем проповедь была? Я вообще не помню. Ну, во-первых, слова звучали незнакомые. Вот. То есть я пришел, у нас тоже было в ДК собрание, это было давно, в 95-м году. Я вообще не помню, что за песни были. Я не помню, о чем там была проповедь, но я помню, что что-то меня коснулось. И я понял, что мне нужно принять Иисуса Христа. И получается, что каждый раз, когда мы принимаем учение какое-то, или мы слышим слово, самое ценное, что может происходить, это перемена внутри тебя. Самое ценное, что ты получаешь, это то, что Бог лично тебе говорит. Поэтому записывай это. Почему нужно записывать? Потому что уже к концу служения ты забудешь эти мысли. Потому что, когда ты выйдешь отсюда, те бесценные истины, которые Дух Святой приготовит тебе, просто пуу и исчезнут. Поэтому не позволяй дьяволу воровать это. Хорошо? Итак, о чем бы я хотел сегодня поделиться? Моя тема называется следующим образом. Думай о великом. Давайте вместе скажем. Думай о великом. Сегодня меньше будем повторять, окей? Кстати, кто сегодня с Богом время проводил? Есть такие смельчаки, нет? Так, супер, супер, отлично. То есть вдохновились немножечко вчера, да? Те, кто вдохновился и начал это что-то делать, какие-то решения в своей жизни принял, вдохновляйте людей вокруг себя. Вот, по крайней мере, пока вы не разъехались. Итак, думай о великом. В повседневной жизни часто с нами случаются интересные ситуации. У вас когда-то было такое, что вдруг внутри появляется большая мечта. Было такое? И в момент, когда она появляется, ты прямо уверен, что прямо сейчас ты возьмешь и сделаешь это. И ты начинаешь строить план, ты движешься к этой цели, ты вдохновляешься. Но потом, среди суеты, среди всяких мелочей, твоя мечта начинает растворяться и исчезать. И сегодня я хотел бы вдохновить себя и каждого из вас вновь поднять глаза на Бога. И перестать думать, как мелкие маленькие люди. Я хотел, чтобы сегодня, в конце этого служения, вера каждого из вас выросла и стала вновь большой и Божьей. Я говорю тебе сегодня, думай о великом. Думай о великом. Подними свои глаза на небо. Перестань просто жить, занимаясь бытовыми вопросами. Перестань просто стремиться к маленьким целям. Подумай о том, какую цель Господь имеет для тебя. И это не может быть маленьким. Знаешь почему? Потому что Бог великий и большой. Бог великий и большой. Но прежде чем подумать об этом, я бы хотел поговорить на такую тему. Есть те, кто ворует нашу мечту. Когда я смотрю на свою жизнь, я обращаю внимание на то, что есть какие-то вещи, которые не позволяют моей мечте реализоваться и состояться. И для себя я написал несколько таких вещей. Я назвал их «Похитители мечты». Это не новое выражение, есть много книг на эту тему. Но задай себе вопрос, кто украл твою мечту? Самое первое, самый первый вор – это мелкие вещи. Сталкивались с мелкими вещами, да? Вот вроде ты утром встал, вроде все было хорошо, у тебя был план сегодня завоевать мир, привезти ко Христу в церковь 88 тысяч человек. И все шло по плану, пока не пришлось мыть посуду, пылесосить, сходить в магазин, вынести мусор, там, я не знаю, что-то еще сделать. И к концу вечера ты уже сидишь разбитый, уставший, ты понимаешь, что бытовуха тебя съела. Вы знаете, есть такие насекомые термиты, слышали про таких, да? Термит, знаете, какого термит размера? Ну, представляете, вот такой, с ноготок, да. Но эти термиты съедают целые города, без преувеличения. Мелкие вещи – это термиты твоей мечты. Каждый раз, когда ты пытаешься переделать все мелкие вещи, у тебя не остается сил на самое главное. Вот истина, которую я для себя открыл. Мелочи съедают все самое лучшее. Еще есть одна очень интересная фраза. Хорошая – враг лучшего. Слышали про такую фразу, да? И это то же самое. Мы думаем, как? Ну, сейчас я быстренько со всеми мелочами разберусь, быстренько сейчас вот все-все-все сделаю, а потом начну делать великие божьи планы исполнять в своей жизни. Никогда так не получится. Чтобы исполнять великое, придется жертвовать мелким. Ты слышишь меня? Не бывает достижения великих результатов и великих целей без того, чтобы не пожертвовать ежедневной суетой. Но подожди, в ежедневной же суете так классно. Ты все знаешь, у тебя все по порядку. Но это и есть то самое чувство, которое ворует мечту из твоего сердца. Поэтому, если у тебя когда-то рождалась мечта, и ты ее потерял, обрати внимание, что самое первое, что уничтожает ее, это мелочи вокруг тебя. Вторая вещь, которая также нам очень сильно мешает. Это очень контроверсивное или такое, знаете, противоречивое понятие. Второе, это опыт и логика. Как вы думаете, опыт и логика, это хорошо или плохо? Это такое, что ты имеешь в виду? Опыт и логика. Очень интересно. На самом деле, это очень позитивные качества человека, правда? То есть, когда у человека есть опыт, у человека сильно развито логическое мышление, он может оценку делать, анализировать все. Это круто. Но в тот же самый момент, именно эти качества в определенной степени разрушают Божье чудо. Ты спросишь, как? Очень просто. Загляни в Библию, посмотри вообще, на что там происходило. Я всегда представляю, допустим, про Давида, вы слышали? Кто про царя Давида слышал? В чем отличие царя Давида было, кто знает? Он был великим полководцем. Но он был не просто великим полководцем. Леша, царь Давид не проиграл ни одной войны в своей жизни. И представьте встречу, когда собираются все полководцы известные. Кого вы знаете? В Самаре не учат историю, да? Суворов, так, хорошо. Невский. Был такой, да? Ну, там какой-нибудь Гитлер тоже с ними вместе. Кто? Наполеон, да. И они все собрались и опытом делятся. Один говорит, мы клином идем, знаешь, там, ну, клином. Второй говорит, значит, а мы сюда войска отводим, выманиваем из города, значит, воинов, а потом город забираем. И к Давиду, Давид, ну ты вот самый крутой, самый крутой полководец. Расскажи, в чем твой секрет? И он говорит, мужики, мы садимся за кустами и ждем, когда ветер подует по верхушкам. И что? И выскакиваем, потом мы побеждаем. Мы такие, ухо-хо, вот это стратегия. Как вам такая стратегия? Нормально вообще, нет? Он говорит, это еще что? У меня есть друг, говорит, один Гидион. Там, говорит, вообще страшная история была. 15 тысяч человек отпустил против 400-тысячной армии. Оставил только тех, которые лакают, ну, то есть, заведомо. Раздал им свечки, горшки и дудки. И что? И говорит, всех победили. Опыт и логика – это позитивные вещи, когда мы что-то анализируем. Но если речь идет о чуде Божьем, ты не можешь опираться на расчет. Ты слышишь меня? Скажи мне, пожалуйста, что такое чудо? Какое определение слову «чудо» ты можешь дать? Очень умное слово. Ты, наверное, из церкви, да? Ты владеешь церковным сленгом. А еще, что такое чудо? Как объяснить, что такое чудо? Это невозможное. Спасибо большое. Чудо – это то, что невозможно сделать. Так вот тебе простой пример. Нельзя сделать невозможное, делая возможное. Нельзя просто на расчет достигать чудес. Если ты хочешь, чтобы Божьи чудеса действовали в твоей жизни, убирай на полку опыт и логику. Знаешь, что опыт и логика скажут тебе? Они сделают самую главную помощь для тебя. Когда Бог тебе даст мечту, скажет – сделай это. Ты возьмешь свой опыт и логику, все просчитаешь. И знаешь, что ты скажешь в конце? Это невозможно. И все. Опыт и логика сделали свое дело. Невозможно – это место для Божьего чуда. Когда Бог на небесах слышит слово «невозможно», он потирает руки и говорит – наконец-то. Наконец-то этот суперопытный, суперрасчетливый и логический человек позволит мне двинуться в его жизни так, чтобы сверхъестественные вещи исполнились. Поэтому опыт и логика – это хорошие вещи. Они нас спасают, они нам помогают, они помогают нам какие-то вещи правильно рассчитать, все сделать. Но в нужный момент нам нужно уметь отложить это в сторону. Отложить это в сторону и довериться Богу. И тогда мы увидим, как исполняется Божья мечта. Но если мы отталкиваемся только от собственных расчетов, то этот съезд растворит, уничтожит великие Божьи планы нашей жизни. Есть еще третий, третий такой термит своего рода. Я называю это так – страх или инстинкт самосохранения. Знакомое вам слово, да? Ну, то есть тоже позитивные вещи. То есть человек, когда на краю стоит крыши, ему страшно, и его инстинкт самосохранения отталкивает оттуда, чтобы не упасть в пропасть. Но когда мы говорим о шаге веры, это всегда вызов. Послушать Бога и сделать это – это всегда невозможно. Это всегда напряг, это всегда стресс. И инстинкт самосохранения говорит тебе – да не надо. Вот это вот известное выражение – узбогозя. Просто не… И знаете, когда тебя прет, ну, что-то у тебя Бог зажег в сердце и говорит тебе – сделаем вот это! И тебе же еще хочется всем рассказать, а твой инстинкт самосохранения говорит – ты что ты? Ты завтра проснешься, пожалеешь. Смотри, как хорошо. Все же четко, все по плану идет. Зачем рисковать? Зачем делать шаги веры? Узбогозя. Все будет нормально. Этот страх, он держит нас цепкими лапами. Знаешь, страх, когда ты делаешь шаг веры, чтобы служить. Почему? Потому что сразу возникают вопросы. Ой, а где мне взять деньги? Ой, а где взять людей? Ой, а что я буду завтра кушать? А во что я оденусь? Но голос Духа Святого говорит тебе – не переживай. Делай этот шаг. Живи по вере, и ты увидишь Божьи чудеса. Нет ни одного великого Божьего дела, которое бы было сделано без подобных шагов. Когда люди просто убирали на полку свой здравый смысл, когда люди отключали свой снег самосохранения и двигались вперед по воде. И сейчас мы смотрим на этих людей, сейчас мы смотрим на эти церкви, мы смотрим на эти прекрасные проекты и думаем, как это получилось? Как ты это сделал? Расскажи нам секрет. Секрет очень простой. Я вел себя как безумный человек. Я вел себя как ненормальный. Я уволился с работы. Я оставил какой-то источник дохода. Я отказался от естественной поддержки. И начал делать то, к чему меня призвал Бог. Вы смотрели, есть такой очень классный фильм «Эван Семогущий». Там есть Брюс и есть Севан. Вот вам один из примеров. Ну, в юмористической форме, но очень классный и понятно. Бог не двигается естественным образом. Ты слышишь меня? Для Бога нет естественных путей. Почему? Потому что Он сверхъестественный. Он делает невозможное тогда, когда мы готовы быть инструментом в Его руках. Тогда, когда мы готовы переступить свой страх. Тогда, когда мы готовы переступить свой здравый смысл, довериться Ему и сделать то, о чем говорит Он. Итак, страх и инстинкт самосохранения. И четвертое. Вот это церковное вообще. Это прям крутая штука вообще. Прям очень крутая. Я назвал так ее. Излишняя скромность. Вот это просто, ну, козырь. Это уже для тех, кто Библию знает. Вы же все знаете, что в Библии написано, не мечтая о себе. Читали это, да? А я сейчас говорю, мечтай. И ты такой сидишь, такой думаешь, что выбрать-то, ну. Просто какую-то ересь он говорит сейчас. Там же написано, не мечтай о себе. А потом вот это, думай о себе скромно, по мере веры. И вот всегда есть такая отмазка дежурная у христиан. Знаете, вот люди, допустим, которые только недавно уверовали, с ними как-то попроще всегда. Почему? Их плоть, она не так хорошо Писание знает. То есть нет отговорок вот этих. Если ты уже в церкви лет 5, 6, 7, то это уже становится, знаешь. То есть тебе Бог что-то говорит, а ты ему, оп, слово. Ты как дьявол становишься из истории про пустыню. Вы помните дьявол, чем Иисус искушал? Библией! Он говорит, в слове написано. И вот мы так же иногда. Мы поступаем как дьявол, знаешь. Бог нам говорит, сделай это. Ты такой, подожди, подожди, ведь написано. И как бы, и вот эта излишняя скромность, она неправильная. Почему? Мы думаем, что мечтать о великом или достигать больших божьих целей, это нескромно и это гордость. А я с этим не согласен. Знаешь почему? Потому что о себе надо скромно думать. Ты слышишь меня? О себе думай скромно. О себе думай смиренно. Когда ты свои физические способности оцениваешь, вот ты лучше вот в этот момент думай скромно о себе. Но когда ты говоришь о великих божьих мечтах, о великих божьих планах, то тут нет места скромности. Бог не такой, как ты и я. Очень часто я Бога представлял таким же, как я, только старым и на небе. Я серьезно тебе говорю? У меня отношения, ну типа, там кто-то говорит, ну ты знаешь, вот это классная идея, но это невозможно. И ты такой думаешь, ну да, Бог, ведь Он же немножко сильнее меня, но Он занят. Наверное, Он тоже не может это сделать. То есть иногда мы Бога таким представляем. Мы когда молимся и что-то просим у Него, ты вспомни свои молитвы. Ну Господь, ну хотя бы 250 рублей дай мне. 257 рублей. Там же еще, это, пеня там на телефон, там надо. Мы вообще, что о Боге думаем? Ты вообще каким его себе представляешь? Слушай, у меня даже отделения для мелочи нету в кошельке. Ты подумай про Бога. Если даже у Саши Евсюкова немощного старичка нету отделения для мелочи в кошельке, у Бога вообще нет такого отделения. Вообще нету слова мелочь даже на небе. Ты слышишь меня? Написано, все серебро и золото Его. Почему ты молишь Его о крохах? И также, когда мы думаем о нем, мы сравниваем себя с Ним. Мы говорим, нет, это невозможно. Почему? Потому что я не могу это слишком гордо. Надо скромнее быть. Ты-то будь скромнее, все хорошо. Но Бога не делай таким, как ты. Бог вездесущий, всемогущий и всезнающий. И планы Его маленькими быть не могут по определению. Ты слышишь меня? Он не умеет думать в коробочках. Это мы умеем думать в коробочках. Очень хорошо у нас получается. Он не умеет думать локально. Вот так вот, вот такими мизерными этими. Он думает о вселенной. Он думает обо всех людях. Он думает на тысячи лет вперед и на тысячи лет назад. Его разум не исследим. Он всемогущий. Скажи аминь. И поэтому не позволяй излишней скромности, которая выглядит как смирение, останавливать тебя на пути к реализации Божьей мечты. Знаешь, ты находишься в очень интересном возрасте. Возраст в районе 20 лет – это всегда возраст, когда Бог начинает показывать что-то впереди. И очень часто с этим происходит так же, как я вчера рассказывал, как после конференции. Бог тебе что-то показывает, ты записываешь это, ты радуешься, ты пытаешься начать двигаться, но в какой-то момент ты делаешь вот так потом. Потому что термиты съели твою мечту. Сейчас решается будущее твоей жизни. Не хочется мне эту фразу говорить, но я ее скажу, меня прям подмывает. Что ты будешь делать оставшуюся жизнь? Творить историю или газировкой торговать? Что ты выбираешь? Ты будешь мелочами заниматься? Будешь жизнь свою пытаться устроить? Или ты совершишь великое недоступное? Ты слышишь меня? Ну пусть смеется, чего вы отвлекаетесь-то? Это же нормально. Я понимаю, что для Самары, может, это экстра, ординарное событие. Не теряйте мысль. Что ты будешь делать? Выбери для себя. Думай о великом. Имей веру Божью. И не позволь маленьким термитам повседневных забот и хлопот уничтожить твою мечту, которую Бог вкладывает в тебя. Даже не начинай думать никогда, что то, что ты однажды увидел или произнес, когда Бог показал тебе что-то великое, там, я не знаю, мега-конференцию в твоем городе, или тысячи молодежи, которые спасаются, или покаяние через интернет, я не знаю, что это может быть, или как ты, я не знаю, ведешь поклонение, и Бог освобождает людей. Держи это в фокусе перед своими глазами. Потому что если ты потеряешь мечту, которую Бог вложил тебе в сердце, твоя жизнь перестанет иметь смысл. И сейчас ты находишься в том самом возрасте, когда твое будущее определяется. Прямо в эту минуту. Прямо в это мгновение. Прямо в эти несколько дней, годов или месяцев Бог говорит тебе и показывает. Будь внимателен. И не позволь никому украсть это. Аминь. Я вспоминаю одну историю из Библии, которая, в общем-то, и подтолкнула меня к размышлению на эту тему. Иисус однажды шел в Иерусалим со своими помощниками, учениками, апостолами, как бы их ни называли. И помните, он что-то покушать захотел? И смоковница там росла. Кто знает, что такое смоковница? Не все, да? Ну это такой куст, дерево такое небольшое, на котором смок вырастут, типа инжир. И он говорит, хочу покушать, смотрит, а нету там ничего. Ну он проклял, как бы, куст этот. И пошли дальше. Помните эту историю, да? И идут обратно. Идут обратно, они возвращаются, через несколько дней сходили в храм, там поделали дела все, которые надо было поделать. И происходит что-то очень интересное. Они идут обратно, мимо этого куста опять проходят. И вдруг ученики такие, Иисус, прикинь, куст засох. Я эту историю очень много раз перечитывал. И, ну, на самом деле, очень много есть учений и проповедей на эту тему, да? То есть эту смоковницу уже на молекулу христиане разобрали. Мы изучаем веру в Бога на основании смоковницы, как бы, да? И я вот как-то в очередной раз читал, и что-то, знаете что, я вдруг посмотрел, и не на смоковницу обратил внимание, а на слова Иисуса. Смотрите, что Иисус говорит. Они ему говорят, Иисус, прикинь, смоковница засохла, вау! А он, смотрите, им отвечает, как обычно в своем стиле, имейте веру Божью, потому что, говорю вам, кто скажет, гореет и поднимись, и вернись в море, будет, если не усомниться в сердце своем. Я думаю, где логика вообще? Ну, то есть, они ему говорят, куст засох. Он такой, имейте веру Божью, типа. И я начал размышлять, знаете, мне очень сильно помогает, когда ты Библию читаешь не в синодальном переводе, а как будто бы ты там находишься когда, да? Ведь это же было вот жизнь, это же не было, типа, написано, и все заранее, они такие по сценарию, так, что у нас сейчас? А, сейчас я должен сказать вот эту речь. Так, ты давай у куста встановись, Петр, давай, говори. Иисус, смоковница засохла, и он такой, имейте веру Божью, да? Ну, не так же было все. Шли они просто, шли, грязные, уставшие там, все. Эти, говорят, куста засохла. Он им просто отвечает. Я обратил внимание на то, что он ответил, и знаете, что я почувствовал? Может быть, это не так. Но то, что я увидел, что Иисус им говорит, алло, ребята, вы же видели, как мертвые воскресают. Вы видели, как бесы выходят из людей? И вы что, серьезно прикалываетесь и удивляетесь, что куст засох? Он говорит, алло, гараж, глаза свои к небу подними. Имей веру Божью. Хватит смотреть на мелочи. Хватит удивляться какой-то ерунде. Если у тебя будет Божья вера, ты гору сможешь поднять и переставить. Сколько на этой горе кустов растет? Миллион? Он говорит, вы что, ребята? Проснитесь. Нашли чему удивляться? Что не так с этим кустом? Ну, засох он, и что дальше? Может быть, даже он им добавил такую фразу, вы знаете, в общем-то, воду в вино превратить было даже сложнее немного. Они такие в шоке. Вау! То есть, ученики, чтобы вы понимали, они на тот момент не страдали каким-то сознательностью какой-то там или ответственностью. То есть, они постоянно мочили какие-то странные приколы. И он все время такой, сколько мне терпеть вас? Вот этот стикер опять. Мало того, что вот так было, они были молодые, как вы, так они еще и евреи были. Вообще ситуация усложняется. И они доводили его просто до белого коленя. Как, например, в последней, когда был пасхальный седр, вот мы называем это тайное вечеря, вот. Пасхальный ужин был, и они там начали делить, там, кто из них круче, да? И он такой, ребята, ну вы вообще в транс меня вводите просто. И он берет и моет им ноги после этого. То есть, это все был живой момент, понимаете? Это была жизнь. Это была естественная его реакция. Знаете, что они проявили, когда удивились, что куза сох? Знаете, что они проявили? Они проявили неверие. Вы слышите меня? Они проявили неверие. Естественная реакция Божья на неверие, знаете, какая? Сказать о вере. Иисуса удивляли несколько вещей в Библии. Вы помните, какие-то вещи были? Кто помнит? Ну пасторы же есть тут среди нас. Вера. Одна из этих вещей. Написано, он двум вещам удивлялся. Первая вера, а вторая? Неверие. То, что цепляло Бога. Это сильная вера людей. И абсолютно непонятное неверие. И он смотрит на своих этих ребят и в шоке. Они с ним ходят уже там кучу времени. Они видели миллиарды чудес. Потому что все, что написано в Библии, это малая часть того, что было. Они жили с ним круглосуточно. И вдруг они проявляют высочайшую степень неверия и удивляются засохшему кусту. Он говорит, подними глаза к небу. Имей веру Божью. Ты слышишь меня? А теперь немножко о словах. Что такое вера Божья? Вот есть вера твоя, да? Что значит вера Божья? Как вы думаете? Вот есть вера Сашина. Вот она Саше принадлежит. А есть вера Божья. Кому она принадлежит? Давай я перефразирую тебе это на современный язык. Верь так, как верит Бог. И Божья вера не сравнится с твоим уровнем веры. Не надейся на себя. Не рассчитывай все, только исходя из своих возможностей. Почему? Да потому что для них засохший куст это было они даже мечтать не могли. Как и мы сегодня, кстати. Кто-то может похвастаться, что может выйти? Засохни! И там мы же не умеем это делать. Но знаешь, я тебе что скажу? Брат, сестра, Бог не ждет от тебя чудес. Ты слышишь меня? Я еще раз повторю эту мысль. Если кто-то здесь хочет быть чудотворцем, вы опоздали на корабль. Иисус есть один чудотворец, и все. Бог не ждет от тебя чудес. Бог не ждет от тебя каких-то суперспособностей. Мое любимое послание всегда к молодежи и к детям. Знаете, какое? Суперменов не существует. Санта-Клаус выдумка. Человек-паук. Чья-то фантазия. Меня дети называли, кстати, его. Человек-пук. Не паук, а пук. Нету их. Это все ерунда. Но Бог, когда творил тебя и меня, Он не ждал, что мы будем творить чудеса. Он ждет, что ты поверишь в Того и будешь верить как Тот, кто является Богом чудес. Ты слышишь меня? Имей веру Божью. Не мерь в свои возможности по своей вере. Не измеряй свое будущее потому как ты можешь сам чего-то достичь. смотри на эту жизнь глазами Бога. Вы представляете, какая у Бога вера? Какой ее размер вообще? Нет? Представь. Ну, это нереально представить. Ну, сам Бог какого размера даже нереально представить. Написано, ты великий, там, вот, ну, земля, подножие ног твоих. То есть Бог нереально вообще большой. Он может все. Его вера безгранична. И когда ты веришь так, как верит Бог, зная, что Он может все, вот тогда чудеса приходят в твою жизнь. Ты слышишь меня? Нельзя делать то, что ты делал всегда, и увидеть невозможное. Чтобы увидеть невозможное, надо смотреть на Него и иметь Его веру. А для Него ничего невозможного нет. Думай о великом, имей веру Божью. И в конце я хотел, чтобы мы вместе поразмышляли о том, какие плоды нам приносит вера Божья. Что происходит с нами, когда мы думаем о великом и о недоступном. На самом деле есть очень много плюсов. Таких людей обычно осуждают. Ну, часто говорят, ты там зазнался, ты там что-то о себе там напридумывал, там все их там фофаны ставят, говорят, да ты кто вообще там? Ну, был пример такой, я не буду лично не про кого рассказывать, хотя я знаю нескольких людей, которые это пережили. Был пример Иосифа, помните? Иосифу Бог дал сны. Ну, понятно, что он не совсем мудро поступил, и как бы, вы знаете эту историю, да, когда его братья убить хотели, но потом сжалились и продали в рабство. Вот. Ну, я в принципе ситуацию понимаю, почему, ну, как бы, если бы пришел младший брат, который младше меня примерно на 25 лет, в пестром халатике, такой, хе-хе-хе, и говорит, я сегодня видел сон, пацаны, все такие, да, и какой, вы все мне поклонитесь и ноги поцелуете, знаешь, ну, и потом еще один сон там и так далее, вот. Поэтому да, но он не боялся той мечты, которую ему Бог дал. Иосиф дошел до туда, знаете почему? По одной причине, он сохранил внутри себя то, что Бог ему дал в детстве. Если бы у него не было цели, если бы перед его глазами не стояли эти пророчества, у него не было бы мотивации быть верным Богу и двигаться вперед. Поэтому не бойся мечтать о великом, думай о великом, имей веру Божью. Итак, что нам дает Божья вера? Самое первое, что я для себя записал. Размер твоей веры определяет размер твоей цели. размер твоей веры определяет размер твоей цели. Насколько ты веришь, настолько большая твоя цель. И в обратную сторону это также работает. Размер твоей цели определяет что? Размер твоей веры. Маленькие цели не требуют большой веры. Вы слышите меня? Большие цели, недоступные, невозможные, они заставляют твою веру работать. Часто люди спрашивают, что такое вера? Ну как бы, как ее вот пощупать там, да, или как вот, ну вот, ну я не знаю, вот сейчас вот я выведу сюда пять человек и скажу, вот у кого вера сильней? И нет такого прибора, верометра там какого-нибудь, знаешь, что ты подошел, ты такой, там типа пять вера Паскалей, такой, чувак. Нет такого? Вопрос, что такое вера? Я размышлял об этом. Я читал, мне очень понравилось, как пастор Дэвид Йонгичо об этом написал. Он говорит, вера это как руки. И когда ты просто идешь, вот да, ты о руках не думаешь о своих. Но когда тебе нужно поднять тяжесть, ты узнаешь силу своих рук. И иногда ты реально поднимаешь что-то, а иногда ты оп, а силы не хватает. Вот в такие моменты испытывается наша сила, в такие же моменты испытывается наша вера. Так же вера, как и абсолютно физическая мускулатура имеет способность накачиваться и расти. Скажи мне, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы взять большой вес, ну, я не знаю, от груди жим или еще что-то. Что, ну, как прийти, допустим, к 100 килограммам, вы знаете? Ну, это общий ответ. Я от вас, пастор Алексей, не ожидал такого. А сейчас десятки, хорошо, а дальше что? Двадцатка. Рост мышечной системы происходит поэтапно. Если ты сразу дернешь сотню, на этом твоя жизнь закончится. Есть миллион вариантов, как она может закончиться, если ты дернешь сотню. Но ты можешь дернуть сотню, если ты идешь туда по ступеням. Ты слышишь меня? Шаг за шагом. Твоя вера накачивается шаг за шагом. Ты идешь от одного решения к другому. От одного вызова, который тебе кажется невозможным, к следующему. И так дальше, 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 дальше. Мы часто хотим, чтобы было вот как увидел там что-нибудь. Вау! Там, я не знаю, юз там, да, типа, в Москве там. О, там, знаешь, там, собрались, давайте такой же жахнем тему. Причем ты хочешь ее жахнуть не потому, что тебе Бог сказал, просто чтобы утереть Романову нос наконец уже. Кто-то же должен этому нашему русскому Форесту Гампу уже нос утереть, понимаете? Или ты такой, сколько он там бежит? Сколько? 45! Я 60, побегу по Сибири. Вот. Ты помрешь! Не получится! Или мне нос утереть можно там. Че там, канал открыли? Я 100 каналов открою к концу года, там, все, хана вам всем. Я порадуюсь и поаплодирую тебе, если у тебя это получится. О чем я сейчас говорю? Если ты посмотришь историю, все это было не в один день. Это не было вот так. Это были десятилетия роста веры. Это были десятилетия вызовов. Что я знаю точно за те годы, пока я знаю Лешу, пока я знаком с церковью Слово жизни в Москве, как пример, что они шли каждый раз поднимая планку. Как сейчас популярно в кроссфите, да? Когда ты планку перекидываешь выше, 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 без ног, когда, знаете, поднимаются по лестнице с планкой. Они каждый раз немного поднимали ее, чтобы каждый раз происходил напряг и каждый раз мускулатура росла и они двигались дальше, 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 дальше. Но если у тебя нет цели, то тебе нет смысла расти. Ты слышишь меня? Бесцельных качков не бывает. Почему? Ну, потому что однажды утром ты проснешься, тебе надо идти на тренировку и ты такой, да зачем мне это надо вообще? Я это сам пережил много раз. Просыпаешься утром, там говорят, надо идти на тренировку и ты такой сам себе обоснуй. Здесь хорошо? Как в Библии опять, знаешь, вот это? Хорошо. Жена моя у ног, моих дети вокруг, хлеба. Чего я пойду на эту тренировку? То есть, если у тебя не будет большой цели, то твоя вера, вот услышишь последнюю мысль здесь, если у тебя не будет большой цели, твоя вера никогда не вырастет. Тебе нет смысла ее растить и нет повода ее растить, если ты ни к чему не стремишься. Дальше. Чем больше цель, тем больше результат. Если мы хотим видеть чудо, что-то невозможное, нам нужно ставить невозможные цели. Смотрите, я вам очень просто объясню. Вот шкала времени, допустим, я не знаю, год. Вот цель. Если мы поставим вот такую цель и будем этот год на нее работать, как минимум мы окажемся в середине. И мы уже достигнем огромного результата. Но если мы поставим цель вот здесь, мы будем работать на нее то же самое время, но результат заведомо будет меньше. Чем больше цель, тем больше результат. Чем выше твоя цель, тем большего результата ты достигаешь. Поэтому не бойся поднимать планку. Ой, я никогда не жал сотку от груди. Ну понятно. А сколько ты жмешь? Девяносто семь с половиной. Тебе остался один шаг дотуда. Поднимай планку. Ты собирал столько людей. Собери больше. Многие говорят, вот, а как собрать больше? Ребята, надо просто больше бегать, как муравьи, в которых камень кинули. Я запомнил. Хороший пример. Вы слышите меня? Знаешь, что происходит, когда цель большая? У нас было такое много раз. Когда мы проекты какие-то проводили, там, я не знаю, там по 7 тысяч, потом 15 тысяч с какими-то бюджетами сумасшедшими, которые, я не знаю, откуда брались вообще. И каждый раз планка поднимается, и знаешь, что происходит с теми, кто в это вовлечен? До того момента, как решение было принято сделать это, все-таки сидят такие и анализируют. Ну, я не знаю, это вряд ли все получится, там, понимаешь. В тот момент, когда решение было принято, все просто начинают бегать. Как люди после авиакатастрофы, понимаешь, такие все и там, эй, чувак, подожди, давай, давай, и вот это, знаешь, давай кофе попьем, зефирки, расскажи, как твоя жизнь. Да у меня нет времени сейчас, у меня сроки горят, все, понимаешь, то есть жизнь просто меняется, и все. Ты даже не представляешь, какой внутри тебя потенциал Господь вложил. Ты даже не представляешь, какая силушка богатырская кроется в твоей душе русской. Подними взгляд наверх, имей веру Божью, перестань думать микроцелями, перестань делать только то, что ты все время делал, поставь большие цели, и ты увидишь большие результаты. Дальше, вот это вам понравится. Здесь же все инстаграмщики, да? Селфищики, есть такое? Нет? Селфисты. Цель определяет круг общения. Вот это очень интересно, почему селфисты? Есть целая категория людей, которые фоткаются с людьми, которые выше их, ну вот где-то там, в поднебесной, да, селебрити. Есть христианские селебрити, условно говоря, да? Ну как бы не селебрити, но люди, которые чего-то достигли. И есть прям, ну вот, какой-то ажиотаж нездоровый, кто-то едет, и все такие, надо с ним сфоткаться. И потом сфоткался, все это выставил, там вот. У меня с Райхардом Бонке фотка прикольная. С женой мы сфоткались, ну как бы, ну мы пришли просто, там было человек 250 епископов, значит, был какой-то гостиница, там молитвенный, там какой-то завтрак, потом он за всех молился. И значит, я даже не фоткался с ним, но фотка выглядит так. Райхард стоит, и что-то у меня просит. Я стою вот так вот, короче, в этот момент. А Катя вот так на него смотрит, моя жена. Я даже выставлять эту фотку не стал, вот. Хотя выглядело круто, да. Но есть как бы люди, которые прям вот страсть, и они прям здесь в зале сейчас. Можешь руку не поднимать, я знаю, что это каждый первый или каждый второй в этом зале. Мы все стремимся, там известный человек, и ты хотя бы рядом просто с ним побыть, да? Ну вот смотри, теперь тебе скажу один секрет. Размер твоей цели определяет круг твоего общения. Люди с большими целями общаются с теми, у кого цели еще больше. Знаешь зачем? Не потому, что им надо в инсту выставить. Не потому, что там бы налайкал кто-то им и так далее, а потому, что ценен их опыт. Ты слышишь меня? Всегда те, кому Господь открывает большие цели, стремятся к тем, кто ушел еще выше, чтобы научиться у них и укрепиться в вере, и узнать методики их духовных тренировок, и узнать, как они все это делали, как они эту сотку жали, как двухсотку жали. И это то, что определяет твой круг общения. Если ты находишься здесь и твои цели там же, бесполезно фоткаться с этими людьми. Ты слышишь меня? Это тебе никак не поможет. Это не сделает тебя круче. Это не сделает тебя сильнее. Более того, да простят меня здесь все сидящие. Меня Александр Неретин, слава богу, не воспитывал. Ты будешь выглядеть, как лузер вообще. Слышишь меня? Каждый раз, когда я такие фотки вижу, мне вообще стрёмно. Я прям думаю, да что ты фоткаешь это синим? Зачем тебе это надо? С мамой иди со своей сфоткать и лучше. Подними маму свою, расскажи, какая у тебя классная. Поэтому нет смысла стремиться просто так побыть рядом с этим человеком. А если ты хочешь, чтобы он служил тебе, твоя цель должна быть такая же, как у него. Вот что я увидел. Если ты, а когда это происходит? Теперь вопрос. Когда Бог проговорил тебе, показал тебе что-то великое невозможное и когда ты принял решение исполнить это ты слышишь меня не просто рассказать всем потому что есть еще одна категория людей о господь мне открыл он отдает мне все по волжье кто ты неважно кто я важно кто по есть есть пославший меня а кто есть пославший тебя он есть сущий и все и человек ничего не делает понимаешь поэтому речь не так не о таком движении я говорю о другом движении когда ты принял вызов и общение с человеком который прошел то что ты проходил она жизненно важно для тебя потому что ты вообще не знаешь что дальше делать и тебе нужны их советы тебе нужно нужно их служение тебе нужно чтобы кто-то тебя вел как алексей сегодня рассказывал по той тропе тебе нужно двигаться за кем-то поэтому не то что ты там пришел и прижался где ты сфоткался определяет вокруг общения нет размер твоей цели определяет круг твоего общения скажи мне кто твой друг и я скажу какие у тебя цели вот мой ответ тебе и последний пункт вдохновляющий сцена последняя вдохновляющая цель придает жизни смысл и счастье размер цели у нас все связано с размером цели определяет размер твоего счастья кто хочет быть счастливым здесь есть такие безумцы а ты хочешь быть вот таким счастливым прямо размер твоей цели определяет размер твоего счастья ты слышишь меня я каждый божий день просыпаюсь счастливым человеком у меня нет вопросов чем мне сегодня заняться у меня так много дел что 200 лет не хватит почему потому что у меня невозможные цели и я безумно счастлив потому что я нахожусь в эпицентре божьей воли для своей жизни прямо сейчас у меня нет вопроса что делать куда пойти там кому бы примазаться там знаешь там а где сегодня домашка а там кексы дают пойду туда нету такого более того тебе приходится вообще ну рубить иногда концы прямо ну ни с кем даже не общаться почему просто ты бегаешь быстро уже все у тебя все ты заряжен это счастье я открыл для себя один из рецептов счастья человеческой жизни я не верующим даже людям то же самое говорю я говорю один из самых важных рецептов счастья быть нужны и находиться на своем месте об этом все мечтают и знаешь что у тебя есть вариант как это можно сделать тебе нужно получить от бога мечту и посвятить свою жизнь чтобы достигнуть ее и тогда размер твоей цели будет определять размер твоего счастья цель придает жизни смысл мы не должны жить бессмысленно мы не должны жить просто чтобы прожить жизнь мы не должны жить просто чтобы что-то делать такое чтобы кого-то впечатлить нет наша жизнь должна быть целенаправленной мы должны иметь великие цели от бога чтобы достигая их быть счастливыми и приносить в царство божье много плода скажи аминь аминь и очень интересный последний стихи а в конце тебе скажу и потом мы помолимся помните слепой иисуса попросил это в евангелии от марка в 9 главе в 20 стихах он говорит если можешь исцели меня хочу видеть и смотрите как там написано иисус ему ответил вы слышали много раз это иисус сказал ему если сколько-нибудь можешь веровать все возможно верующему слышали в этом всегда зале я прочитал современный перевод там написано по-другому там написано так если можешь знак вопросительный знак восклицательный то есть он говорит если можешь иисус там вот он опять он он с иисусом общался как мы с богом иногда но если можешь ну там вот если можешь сейчас серьезно и потом он говорит кто верит тот может все мне этот период больше нравится это прямо сила что значит если можешь невозможное возможно верующим тот кто верит может все но может все не потому что из-за себя а из-за того в кого ты веришь потому что наша вера вера не в нас наша вера не в наших каких-то друзей наша вера не в наши финансы наша вера всемогущего небесного бога который может все и для него нет ничего невозможного и цели которые он дает тебе и который ставит перед тобой он же и исполнит позволив тебе быть рядом находиться в этом движении и быть счастливым ты хочешь жить так давай встанем и я помолюсь за тебя господь мы благодарим тебя за то что ты великий бог ты не мелкий какой-то бог слава тебе господь спасибо тебе ты не просто какой-то старичок с белой бородой иногда чернокожий как нам тебя представляют это неправда ты бог творит всей вселенной всемогущий вездесущий всезнающий восседающий на престоле славы и мы взирая на славу твою верим в тебя скажи я верю в тебя господь я прошу и молюсь за каждого чтобы ты здесь во время этой конференции а также дома и в продолжении этих мыслей открывал твои цели твои мечты для этих ребят во имя иисуса христа если чья-то мечта или видение уже начала затухать деда если у кого-то она была похищена я прошу тебя дух святой воскреси ее прямо сейчас и прямо сейчас подумай вспомни если господь обращался к тебе и ты не исполнил это и ты забыл об этом похоронил эту идею вспомнили принеси ее перед богом и господь воскрешает твою мечту прямо сейчас а если у тебя никогда не было этих больших целей попроси его скажи господь я не хочу жить бесцельной жизнью я не хочу просто так существовать я хочу жить ради тебя и ради того чтобы угодить тебе и поэтому я молюсь сейчас и прошу дай мне твою мечту дай мне великую цель чтобы вся моя жизнь она активировалась чтобы вся моя жизнь она включилась чтобы все стало иметь смысл и моя жизнь была наполнена счастьем то избытка во имя иисуса христа господь я благословляю каждого и провозглашаю твою победу в жизнях этих молодых людей я молюсь за всех кто в эфире сейчас с нами и так же говорю господь победа твоя сила твоя господь да и зальется на каждого во имя иисуса христа боже мы говорим во имя иисуса христа мы принимаем веру твою мы не будем концентрироваться на мелких вещах но будем мечтать и думать о великом чтобы иметь веру божью мы соглашаемся во имя иисуса христа и давайте все вместе скажем аминь вас дай славу богу аллилуйя и и и и